Уважаемые коллеги, я бы хотел сказать вам, что согласно закона, где четко написано, что глава автономии должна присутствовать в первом чтении, где рассматривается бюджет, где она? Она же знает, что она должна быть здесь. Если ее тут нету, я считаю, что мы бюджет не имеем права рассматривать. Она должна была быть здесь, и мы задавали бы ей кое-какие вопросы. Но так как ее здесь нету, но я знаю, что она постоянно за нами следит, смотрит своего третьего этажа, я хочу ей сказать кое-какие вещи. Как я вам говорил ранее, что я к сессии Народного собрания не готов, потому что мне пришла документация вчера поздно. Я ее просмотрел бегло, и кое-что с этого бюджета я вам скажу. Я хочу обратиться к госпоже Влах. Ирина Федоровна, люди в русской киселии хотят знать, почему ущемляются права русской киселии. Почему фирма, которая выполнила работы по капложению русской киселии, не получает денег? Или вы делаете это потому, что я много говорю о вас, правда? Примар, господин Георгий Иванович, обращался к вам лично и просил, чтобы вы выдали 50 тысяч лей на проектировку в клубе «Крыши». Вы отказали. Несколько раз. Сейчас в селе. Три недели назад не было воды, сгорел насос. Примар обратился к ней. Дважды она опять отказала. И вы знаете, что для меня, как депутата, непонятно и кощунство с ее стороны. Она, госпожа Влах, и ее клерки, это господин Топал, бывший депутатного собрания, и Келеогла, начальник КЧС, говорят прямым текстом примару «Выпиши Узуна, и тогда ты все получишь». Уважаемые коллеги, как вы думаете, это Башкан имеет право делать так или поступать? Я хотел бы напомнить госпоже Влах, что русская кисель, я за нее голосовала 99%. Ирина Федоровна, вы так людям показываете, как вы любите русскую киселью, этот народ и это село. Вы проявляете неуважение. У меня есть информация, что Ирина Федоровна не будет помогать русской кисели, пока я депутат. И также я знаю, что на выборах будущих, которые будут, Ирина Федоровна будет прописывать своим братам людей, повысить количество, чтобы количество людей в селе было, чтобы я не прошел. Я говорю из трибуны, Ирина Федоровна, у вас ничего не получится, мы заблокируем избирательный участок. Я хочу спросить, Ирина Федоровна, почему вы себя так ведете? Вы что, царица или ханжа какая-то? Вы должны служить нашему народу. Вы что, свои личные деньги даете? Вы даете деньги, которые принадлежат народу. Это все мы, кто работает в этой автономии, которые пополняют бюджет. Если бы вы выдавали свои деньги, то я бы понимал, но на протяжении шести лет, сколько вы у власти, я ни разу не слышал, что Ирина Федоровна выделяла свои личные деньги. Но когда она пиарится и говорит, что она это делает, она это делает, складывается у людей впечатление, что она дает своих личных сбережений. Я хочу людям сказать, что она дает всего лишь бюджетные деньги. Ирина Федоровна, я хотел бы спросить, почему вы не выполняете с вашей программы, которую вы обещали? Идя на должность Башкана, вы обещали сделать дорогу, которая идет в селу. Это был большой проект. Я уже не говорю, что вы обещали Гагаузам, что сделали аэропорт и электростанцию. Но то, что для села вы обещали сделать и сделать клуб. Все два созва, когда вы баллотировались. Почему вы одному даете, другому нет? Вы стали такая же, как табунщик. Живете в Кишиневе, но здесь наслаждаетесь жизнью. Здесь кого хотите, караете. Кого хотите, к суду призываете. Как делаете по отношению меня. То, что я вас оскорбляю. Я вас не оскорбляю, всего лишь говорю вам правду. Кто вы есть. Но став Башканом, я вам хочу сказать, Елена Федоровна, вы и ваш брат что-то очень быстро стали богатеть. Вы стали богатеть. Почему? Потому что вступили в должность Башкана. Эта должность вам дает определение преференции. Когда вы получили должность печати денежные... Илья Федоровна, пойдем по повестке. Повестки пока всех нет. А уже есть. Давай мы... Илья Федоровна, давай... Нет, я хочу вам сказать, что давайте я закончу. Когда я слушал вас всех, потому что у меня тоже было, что сказать, но я слушал вас внимательно. Я просто хочу сказать для Ирины Федоровны, что все из народу Гагаузии знают, что до Башканства у нее не было никакого бизнеса. Ни у нее, ни у ее семьи. А сейчас ее семья входит в пятерку сильнейших, богатейших людей страны с миллиардным капиталом. Я хочу вам сказать, Ирина Федоровна, я вас прошу, вот как человек, много лет которого знает, уезжайте в Восфу и Кишинев, живите себе там, найдите себе работу. Вы же там живете. Что вы приперлись в нашу Гагаузию? Почему вы не хотите жить рядом с людьми, кто вас выбрал? Вы ответьте. Вы же, когда баллотировались, вы же говорили, если я пройду в Башканы, я буду жить в Гагаузии. Почему вы это не исполняете? Самое главное, что как вы становитесь Башканами и другие Башканы, которые отсюда уезжают, все забывают, что они Гагаузию любят и то, что они обещали. Все их обещание сводится к одному. Все, что обещал, забыл. Я хочу сказать, Ирина Федоровна, вас надо гнать отсюда, дать вам пинок в одно место, еще вы сюда больше не приходили. А народ имел право выбрать себе хорошего Башкана, который говорит и не врет. Нет, нет, уважаемые председатели. Я всего лишь выступаю две минуты. У вас такое ощущение, что вам не терпится меня попросить с трибуны. Не получится. Вла хочет продать то, что я читал в бюджете, последнюю собственность, которая еще осталась на территории автономии. Это нефтебазы и так далее, и так далее. Пятый СОЗОВ запретил это делать. То есть, что она хочет? Она хочет это выставить для нас, депутатов, в роли того, что денег не хватает в бюджете, и поэтому надо продать. Но продаст, я вас уверяю, только самой себе. Через подставных фирм и так далее, и так далее. Я также хочу сказать с этой трибуны, Ирина Федоровна, у вас ничего не получится. Народ поднимем, но вам не дадим это сделать. Сейчас я хочу вам сказать, почему вы так печетесь о этой собственности? Потому что вы хотите ее прибрать. Вы говорите, что нету денег. Правильно коллеги говорили, что вы могли бы взять кредит, но и за кредит надо отвечать нашему народу. Но я понимаю так, если денег в бюджете нету, то когда вы пришли, первый раз, когда стал башканом, пятый СОЗОВ для вас сделал один миллиард бюджет. Так вот, я задаю вопрос. Вы уже шесть лет башканом. Почему вы об этом молчите? Когда мы сделали бюджет один миллиард, бюджет страны был тридцать шесть миллиардов. На протяжении какого-то времени бюджет страны стал пятьдесят четыре миллиарда. У нас продолжается один миллиард. На будущий год, если сегодня шестьдесят три, на будущий год будет восемьдесят один. Я говорю, потому что они же закладывают, что им нужны деньги, гостят один. Так я задаю вопрос. Какой у нас должен быть бюджет? Опять же, миллиард. Почему не четыре миллиарда? Почему вы, Ирина Федоровна, где вы поддерживаемая партией социалистов, почему вы не требовали, чтобы мы, Гагаузя, получили бюджет три миллиарда, четыре миллиарда, и мы не продавали то, что осталось? Вы бы показали бы народу, что вы пытаетесь что-то делать. Но вы это не делали. Почему? Потому что они хотели ругаться, чтобы спокойно работала ваша семейка. Я хочу также сказать, госпожа Влах, она и ваш исполком, вы и ваш исполком издеваетесь над учителями, врачами, пенсионерами. Вы издеваетесь над каждым человеком, который же проживает на территории автономии. В вашем бюджете нет помощи людям, которые страдают и унижаются во время пандемии. У народа нет денег, на что жить. Людей нет работы. И я в вашем бюджете не видел, что вы заложили деньги на помощь простому народу. Но я зато вижу в вашем бюджете деньги на разные гулянки и танцы. Почему вы это делаете? Но зато люди знают, что у вас есть большие зарплатные платы. И если вы поговорите с людьми, то вы поймете, люди озлоблены, что у вас такая большая зарплата. И не только у вас, у каждого вашего члена исполкома. Также я хотел бы сказать, уважаемые коллеги, напомнить вам, где мы все с вами забыли. Когда приходит, когда уходит Башкан, все члены исполкома получают шестимесячную зарплату. Вы это знаете? Когда уходит народное собрание, этот же исполком получает опять шестимесячную зарплату. И самое главное, то ее получает и госпожа Влах. Она же вроде никуда не уходит. Так вот я задаю вопрос. Вы можете посчитать, какая это сумма? И я хочу спросить госпожу Татьяну Михайловну. Татьяна Михайловна, я правильно говорю? Вы в бюджете получали эти деньги? Согласно закону. Если вы все такие порядочные и бьете себя в грудь, что не хватает денег у вас в бюджете, почему вы эту статью расходов не убрали? И не предложили депутатам, что мы ее аннулировали? А тихо-тихо молчали. Хорошо получают деньги, да? Так вот, госпожа Влах, она же смотрит за мной. Придет другое народное собрание, и другой Башкан, все вернете назад. Сейчас бы я хотел бы также сказать, Ирина Федоровна, вы очень сладко врали своими сладкими речами нашему народу. Скажите, еще по бюджету я иду. По бюджету. Просто не сбиваю вас, просто получается, неприлично, человека нету. Послушайте, вы мне говорите, что ее нету, но вы знаете, что она должна была быть здесь. Почему вы, как председатель наш, почему вы не позвонили, сказали, Ирина Федоровна, вы нарушаете наше уложение. Почему у вас нету здесь? Ирина Федоровна, не переживай, он смотрит, он смотрит, просто переживай, он у нас здесь. Так вот, Владимир Николаевич, я еще раз прошу вас, не перебивайте мне и дайте мне еще минутку, чтобы я закончил. Так вот, я хотел спросить у госпожи Влах, скажите, вы говорили на весь мир, вы говорили, что Гагаузия, это зона, это рай, вы говорили, что здесь, ну все хорошо, да, рай для вас и для вашего исполкома, для народа нет, народ здесь мучается. Вы говорили, вам нужна субзона, то, что мы там сделали, Фуджикура и так далее, и так далее. Мы туда потратили 45 миллионов и туда 13. Я задаю вопрос, если вы говорили, что у вас есть предприниматели, которые рвутся сюда, в эту зону, сюда, вулканешты, задается вопрос, почему их нету, почему нету, вы же обещали. Вы лгали нам, вы делали, знаете что, чтобы ваш брат поставлял туда щебень. Ну ничего, и с этим разберемся. Так вот, если бы было бы так, как вы говорили, сегодня у нас в бюджете не было бы дефицита. Не было бы, у нас сейчас было бы денег в избыток. Что делать? Такая судьба народа, терпеть. Я бы хотел бы сказать, Татьяна Михайловна, я уже вам задаю этот вопрос трижды. Скажите, пожалуйста, сколько налогов прямых Гагаузя получила о деятельности компании Фаджикура. Я вам это уже три раза говорю. Вы мне так и не даете ответ. Последнее, по поводу вашего мисполкома, Татьяна Михайловна и госпожа Аллах, который смотрит за мной. Вам осталось работать два года. Скажите мне, депутатам и народу лично, когда вы успеете сделать вашу программу? Завершите. Когда? Два года осталось. Где хотя бы проектные работы? Где уже площадка готовится для электростанций и для аэропорта? Где это все? Где? Обманула? Джедерла Гагаузла, где? Хайрсы скал, да ты эпсиджены. Так вот, вы бьете в грудь, что нам помогает Турция и это ваша заслуга. Я вам хочу сказать, Турция не помогает вам. Турция помогает нашему умирающему и многострадальному нашему гаузькому народу. Турция и Россия помогала и будет помогать нашему народу. А Башкан, он нанят народом на определенное время, чтобы он выполнял свои функции, потому что он за это получает зарплату. Я спросил Татьяну Михайловну, видите, я только с вами сейчас общаюсь, я спросил Татьяну Михайловну, что заложено в бюджете по русской кисели на 2021 год. По капложениям. Так вот, я вам хочу сказать, за то, что здесь я говорю очень много правды по поводу Башкана, ее обмана, открывая людям глаза, что эта женщина пиарится и красиво льет грязь и обман, заложили в русскую киселью всего лишь 80 тысяч лей. Вы представляете, капложение 80 тысяч лей. Да, а что? На дороге? Трансфер на дороге? Согласно численности населения, так по вашим подсчетам, а вы что, для чего? Хорошо, расчеты такие, вы почему не заложили в бюджете, сказали, вот мы вам даем русской кисели 3 миллиона, как вы отдали 6 миллионов, отдали без шалму. Отдали, потому что надо было. А какая разница, рассчитайте, а вы можете рассчитать, чтобы не было разницы, рассчитайте для нас, чтобы народ тоже видел, что за него кто-то страдает и кто-то мучается и что-то делает. 80 тысяч лей. Получается, что... 86? А что-то поменялось в 80 или 86? Для меня нет честной разницы. И не поменяются, потому что... Да? А тогда скажите, откуда 6 миллионов было? Откуда 6 миллионов было в Бешалме? Откуда 20 было Гайдар? Откуда? Почему для нас такую же программу не готовят? Так вот, у вас найдется, что сказать. Так вот, я вам хочу сказать. По вашим подсчетам, через 20 лет село должно погибнуть. Так вот, и последнее, уважаемые коллеги. Мне неприятно об этом говорить, но я скажу. Наша страна выбрала президента. Госпожу Влах. Госпожу Сану, извините, пожалуйста. Так вот, вы представляете, народ избрал президента, не поздравила президента, а Башкан, который представляет гагаузский народ, не поздравила президента. Это как? Как смотреть на эти вещи? Я не сторонник госпожи Санду, абсолютно. Я бойкотировал выборы, как все патриоты. Но если народ по всей стране сказал и поручил, и выбрал госпожу Санду, почему Башкан не поздравила ее? Да, она, если у себя дома сидит во время отпуска, да, или во время карантина, она очень больная, она может не поздравлять. Но она хотя бы могла бы написать, но если она представляет гагаузский народ, она обязана была поздравить ее. Так вот, если вы помните, уважаемые депутаты, вы же все были, когда Майя Санду была премьер-министром. Я вам напомню, вы помните, какие слова пела ей Ирина Федоровна Влах? Да вы, госпожа, премьер, вы самая лучшая, вы самая молодая, вы такая красивая, вы такой, вы такой сильный премьер. Я иногда думал, тогда она представляет партию Майя Санду. Потом пришел господин Дадон, а она ему пела песню. Я запутался, эта женщина имеет не двойное лицо, у нее столько, она многоликая, понимаете? Так вот, я заканчиваю, Владимир Владимирович, я заканчиваю. Уважаемый председатель, я бы вам... Уже я делаю вам замечание. Да, спасибо, я понимаю ваше замечание, но я вам сделаю тоже замечание. Вы могли бы, как председатель, от имени Народного Собрания и от вас лично поздравить госпожу Санду с победой? Мы коллегиальный орган. Нет, нет, нет. Если коллегиальный орган поздравляет... Владимир Михайлович, ну хорошо, тогда и другой вопрос. Вы нас собрали бы, мы бы приняли коллегиальный ответ, если бы вы так говорите. Но это не сделали. Хорошо. Уважаемый коллеги, чтобы мы, депутаты, поздравили ее избранием на эту высокую должность. Спасибо.